Об этом губернатору Вениамину Кондратьеву доложили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава края поручил круглосуточно мониторить обстановку. Август уже оправдал звание самого пожароопасного месяца. За последние дни произошло несколько крупных ЧП. Одно из них у соседей в Ростове-на-Дону. Там в центре города сгорело больше сотни домов. Сегодня должны быть приняты все меры, чтобы не допустить подобной ситуации на Кубани, потребовал Вениамин Кондратьев. Те проблемы, которые у ростовчан, именно в части плотной застройки, они такие же и у нас. Давайте себя не будем обманывать. У нас такие же проблемы. Плотные кварталы, проездов нет. Значит, надо исходить из той ситуации, какая есть, и искать те способы, которые в случае чего, если, нам помогут быстро справиться с бедой. В данном случае с пожаром. Работать на предупреждение, коллеги, будем на предупреждение. Потому что в случае чего цена будет непомерно высокая, человеческие жизни. Участились в регионе и случаи возгорания стерни на полях. Во власти огня оказалась сухая трава в Белогринском, Кавказском, Тимрюкском, Тимошевском районах и в Анапе. А не так давно пожар возник в лесополосе в Павловском районе. В преддверии начала пожароопасного периода на территории Краснодарского края проведены проверки всех 100 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на земельных участках, граничащих с лесными массивами. По итогам которых в 30 населенных пунктов было выявлено 49 нарушений требований пожарной безопасности. Те главы, которые явно в вашем списке отмечены, не уделяют должного внимания противопожарным мероприятиям, противопаводковым туда добавьте. Вот дайте мне четко список. Я сам хочу посмотреть эти районы, которые находятся в зоне риска. Каждый из нас на должностях, каждый из нас, а это уже квалификация. В случае, если что-то происходит, то в рамках своей уже квалификации мы будем вести ответственность, смогли или не смогли справиться. Давайте не будем испытывать судьбу. Ситуация с погодой, она настолько нестабильная, настолько непонятная, что она вызывает у нас саму спокойность. Пошли дожди, давайте забудем, ничего гореть не будет. Это как раз самые напряженные для нас месяцы, самые напряженные для Кубани, для Краснодарского края. По прогнозам синоптиков, жаркая ветреная погода в центральной и северной частях региона продержится всю следующую неделю. Однако вместе с тем на Черноморском и Азовском побережьях сохраняется угроза сильных ливней и смерчей. В связи с этим Вениамин Кондратьев поручил еще раз проверить все системы оповещения жителей и гостей края, а также предусмотреть пункты эвакуации в случае ЧС. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.